ну что ж вы не поверите но у нас опять две посылки и опять с утра ездя на работу пришлось забрать их и посмотрим что нам пришло в общем до следуя доброй традиции мы сейчас скроем эти посылки вот мы открываем о знаете что это такое наши эксперименты по поводу воды будут продолжены потому что мне пришел ph теста ph это всем известный показать кислотно-щелотного баланса так скажем так вот ph это важный показатель для воды и для всего прочего единственное чего по моему тут нет это батареек это у нас тут датчик здесь должны быть а нет ничего себе я читал батареек там нету якобы есть тут батарейки все нормально ничего себе даже батарейки есть выбираем смотрим до 3 батареечки выключатель все по-китайски так без без этих самых этого сказать без фанатизма без но при этом должно все работать хвалят его вот поэтому мы продолжим эксперименты с водой и сейчас мы будем знать уже не просто минерализацию воды а мы будем знать ее кислотно-щелочной баланс в общем будем разбираться вещь шикарная пришла я ее давно жду потому что этот этот показатель очень меня интересует ладно это первая посылочка отверточка тут такая калибровочная это дано интересно но она пригодится пригодится и второе что это такое даже не представляю что пришло но елки-палки это я просто брал на подарки такие детские а может где-то пригодится потом покажу более подробно это часы кричит песочные часики чтобы применить их можно в тысячи местах что называется тут идет 30 секунд 1 минута 3 минуты 5 минут и 10 минут кто спортом занимается кто зубы чистит кто яйца варит 5 минут на кухню такой или там 10 минут в общем не просто какой-то там пищалка триггера они симпатичные разноцветные и позволяют их применить на кухне очень но не только на кухне странно что они не разбились пришло все хорошо это говорит о том что почта латвии почта китая работают хорошо потому что я их быстрее раздавлю сам чем они раздавились вот пока ехали все на этом пока потом продолжим эксперименты с этим сплэш тестером заводимся в тех видео мы пробовали этот тестер мы уже с ним знакомы это тестер минерализации показывает количество частиц примесей на миллион частиц воды и давайте замерим святую воду с огломы измеряем и что же мы видим знаете что я бы сказал не хочется никого обижать но показатель по общей минерализации этой воды настолько ужасный триста восемьдесят четыре некоторая вода минеральная такой имеет показатель то есть эта вода это нельзя сказать что это плохая вода но она очень минерализированная то есть ней очень много всяких примесей то есть пить ее можно конечно хорошая вода но не каждый день как некоторые думают чем больше святой воды в жипеешь тем лучше то есть триста восемьдесят четыре это все-таки зашкаливает у меня в кране двести восемьдесят соответственно делаем вывод что лучше такую воду постоянно не пить так чисто стаканчик для поддержания здоровья теперь измеряем второй параметр ph средняя вода считается хорошей ну примерно там для человека от пяти до семи ph соответственно смотрим какой пашку воды из святой базилики со святого источника и делаем выводы погружаем ждем 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 потому что он выравнивает еще к тому же температуру ну то есть ваш зависит от температуры воды поэтому там есть температурная компенсация и вот видим 7,4 7,4 7,4 7,4 это очень хороший ph ну то есть он выше среднего вода щелочная то есть она хорошо влияет на организм но до 9 до 9 это приемлемо выше 9 такую воду вы постоянно использовать не рекомендуется то есть делаем вывод не зная микробиологические показатели этой воды то есть мы не делаем тест на микробиологию этой воды да то есть тогда микробы какие там заразы или прочее делаем предположение что эта вода очень хорошая потому что у нее минерализация большая вот даже попугай наверно сейчас попьет водички посмотрим выживет шарик попробуй водичку давай попробуй водичку давайте наклоню будешь пробовать пьет ну вот попугай пьет эту воду ну правда чихает чем делать купаться там собрался что ну вот делаем значит что заключение улетел ну как-то не очень ему вода понравилась то ли святая то ли не знаю что сказать в общем делаем вывод такой ph высокий и минерализация высокая по пашу это хороший показатель что она высокий достаточно приличный такой хороший показатель page а вот по минерализации делаем что все-таки эту водичку пить ежедневно не стоит так стаканчик иногда вот и все на этом разрешите отклониться а нет еще не от ланицы я еще сейчас хочу измерить ph у живой воды сейчас делаем еще продолжение эксперимента какое вот сейчас я взял простую воду из из под крана после фильтра так скажем она не совсем простая она очищена под краном было у нас помните 280 ppm и после фильтра вот как и было 195 это уровень минерализации 195 и измеряем уровень ph уровень ph простой воды у нас дома 7,3 7,2 7,1 7 хорошая вода на самом деле смотрите какой у меня уровень 6,9 дома вода 6,9 почти идеальная вода стандартный о 6,9 да стандартный уровень который рекомендуется 6,5 7 у нас норма воды вкладывается в эту норму то есть но запоминаем 6,9 и 190 сейчас мы сделаем живую воду из этой вот воды из этой воды мы сделаем так называемую живую воду и посмотрим что изменится в этой воде все делаем паузу все делаем паузу Продолжение следует... Ну и последний на сегодня тест Значит у нас Вот эта вода из-под крана Эта вода живая Так называемая Пропущенная через Машинку Оживление, так скажем А это мертвая вода Она даже по цвету отличается Немножко она такая темнее Но это не сильно Обработка была минимальная В течении 5-6 минут То есть чем дольше воду обрабатываешь Электроприбором этим Тем Свойства живой и мертвой воды Более проявляются Так скажем Здесь где-то 5-6 минут в этой воде Эта вода из-под крана Значит продолжаем измерять Эти показатели Вот сейчас мы мерим ППМ Значит из-под крана Он у нас Из-под крана Но и с фильтра Да То есть через пропущенное Еще раз повторяюсь Пропущенное через фильтр 178 Подтверждаю 177 179 О 180 Ну в общем 180 Как и было Теперь мерим Общую минерализацию Живой воды С 180 Она стала 220 220 Вот 220 Ну будет немножко опускаться По температуре Сейчас вот выровняется Подождем Подождем Твою мать Подождем Так 215 214 Но еще идет процесс опускания Значит Значит еще температурная Это не выровнялась Составляющая Так 214 Все падает Перестало 214 То есть там 180 214 То есть минерализация воды Повысилась И проверяем Последнюю Сейчас нолик появится Так Нолик Включаем Нолик И мертвая вода Да Мертвая вода 115 114 То есть Это нам показывает О чем Что минерализация Мертвой воды То есть вот из этой стакана Воды С первого стакана Получилась Живая и мертвая Живая минерализация Выросла Мертвой Она упала До 112 То есть если там 180 было Тут 111 110 То есть упала Минерализация Очень серьезно упала После Превращения Ее в мертвую Но при этом Вот ПАЖ Метра Показывает у нас Такие данные Значит ПАЖ Обычной воды Которая у нас Идет из-под крана Еще раз Смотрим 7,1 7 6,9 6,9 По-моему ниже не падало Это вода из-под крана 6,9 Так 6,9 Теперь проверяем Помешаем 6,9 Вода Из Живая вода Повысился 7,1 Но на 0,2 Всего видите Не солидно Повысился То есть Надо было Подольше Подержать Но он вырос По-любому ПАЖ вырос Видите Если подержать Еще минут 10-15 ПАЖ Возрастет Еще больше И ПАЖ Мертвой воды Видим Упал До 4,3 Она Ниже нормы Упала ПАЖ Норма Это 5,6 Не ниже А тут 4,3 То есть Все эти слова О живой Мертвой воде Они имеют Под собой Основания Можно верить Не верить Ну конечно Условное название Живая Мертвая Простая вода Со щелочными свойствами Это вот эта Вот Который ПАЖ Повыше Считается Как бы живой Что она Регенерирует Ткани Лечит Органы Дает клеткам Быстрее Восстанавливаться А это Кислотная вода Она Как бы Получается С пониженным ПАЖем Можно Использовать Для Дезинфекции Ран Или там Еще чего-то В общем Вот такие Последок Эксперименты Ну и вода Из Оглоны Мы ее уже Тестировали Все Всем удачи Пейте Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok